Естественно, наблюдая за процессами, я сделал для себя вывод, что я должен участвовать в 2022 году. Вот я здесь перед вами. Здравствуйте! В эфире Чигемская правда. Выборная кампания в полном разгаре. У нас уже более 100 кандидатов в депутаты зарегистрированы. И сегодня у нас в гостях Шамиль Умарович Адзенба, кандидат в депутаты по Сухумскому избирательному округу номер 4, и так называемому Северному округу. И мы сегодня будем говорить о том, как он видит работу в парламенте, естественно, если его изберут, и вообще на существующее положение, и социальное, и экономическое, и политическое, мы сегодня об этом поговорим. Добрый день, Шамиль! Я все-таки начну с вопрос. У тебя очень богатый опыт исполнительной власти. Ты там был и в спорткомитете работал, и молодежью занимался, и вице-премьером занимался. Но вот в законодательном органе у тебя так и не было возможности. Даже на местном уровне не избирался никуда. Есть пока. Да. Но почему все-таки идешь в парламент? Добрый день, Ленал. Как правильно заметил, по 4 округу, Северному, я его в шутку называю Северокавказский, это улицы Войнахская, Дагестанская, Адыгейская, Кабардинская, Убыхская, Шапсутская и так далее. Конечно, округ очень интересный, но тем не менее интереснее будет, думаю, борьба за единственное место депутата. Почему я иду? Ну, во-первых, с 2011 года у меня большой опыт, участие именно в политических процессах. С 2005 года я работал в Комитете по молодежи и спорту, но это такая работа в исполнительной власти, непосредственная, такая, скажем, в поле, на земле. С 2011 года баллотировался вице-президентом. В 2014 году на выборах президента тоже участвовал активно в процессе, вы это все помните. В 2017 году баллотировался депутатом неудачно, в 2019 кандидатом был в президенты, ну и пришел 22-й год. Ну, все это не зря и не просто так прошло, и многие считают, почему как-то было не видно, не слышно и так далее. Не обязательно кричать, ходить, тут можно много лет выпасть, как говорится, и наблюдать со стороны, но при этом вернуться и быть актуальным, потому что у нас очень много ничего давно не меняется, очень много времени. Две политические силы узурпировали с 2004 года власть, борьбу за власть, вернее, превратили ее в драку за президентские кресла, поэтому ничего у нас не меняется годами, можно быть актуальным и через год, и через два, и через три, и через пять. Во-первых. Во-вторых, я просто наблюдал, смотрел, я учился, да, как говорили, учиться никогда не поздно, в 2016 по 2019 годах, Академию Госслужбы при президенте, очень полезное дело, я очень рад, что все-таки я решился и закончил, вот, и, естественно, наблюдая за процессами, я сделал для себя вывод, что я должен участвовать в 2022 году, вот я здесь перед вами. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Ну, выборы опять проходят по мажоритарной системе, хотя там все кругом и справа, и слева критикуют эту систему, насколько она способна, в общем-то, как-то изменить ситуацию, да, вот такое ощущение, что все-таки по этой системе в последний раз выбирают, да, насколько вот такая система выборов, она может принести, сказаться положительно и в плане законотворчества, и вообще в плане политического климата в стране, стабилизации политического... К сожалению, да, спасибо, к сожалению, не может позитивного ничего привнести, потому что мы из года в год, из пятилетки в пятилетку наступаем на эти же грабли, и видим результат, результат отрицательный. И каждый раз, понимаете, вот как вот, как такой колокольный звон, да, прямо вот такой вот, когда говорят, следующий будет хуже, чем предыдущий, или там этот парламент хуже, чем предыдущий, и так далее. Я говорю про действующий, потенциально будущий парламент. Конечно, парламент будет избран, 35 депутатов будет там. Но мы говорим о качестве. Не знаю ни одно государство в мире, если я не знаю, не знаю, что этого нет, подскажите. Где слабый, неэффективный парламент и хороший уровень жизни, где люди живут достатки, благополучные, проблемы есть везде. Даже самые развитые страны, вот вспомните 6 января 2020 года, помните, да, что в Америке случилось, это эталон демократии и так далее. То есть проблемы есть везде. Я не об этом, а о том, чтобы жить достойно, чтобы достойный уровень пенсии, зарплат, социальная политика была на достойном уровне, всякие выплаты, их многочисленные выплаты, которые надо делать. Мы заявили, что мы социальное государство. На факте этого нет. Почему? Потому что очень слабы органы власти, вот. И в частности мы говорим сейчас о парламенте. Поэтому я сомневаюсь, что, опять повторяясь, мы сможем сделать лучше, чем это было 5 лет назад. И я сторонник, кстати, раз ты коснулся и нал этой темы, а именно перехода на пропорциональную систему, на то, чтобы роль партии улучшить, увеличить, говорят. Многие говорят, что у нас нет партии, и что это невозможно. А их и не будет. Они не нужны, они не востребованы. Их создают, потому что так и по законам жанра в политической системе должна быть партия. А что она там делает, для чего, какая ее роль, никто не знает, никто не хочет понимать. В ней все знают, но не хотят, потому что так удобно, потому что для власти удобно иметь свой, извините за выражение, ручной, управляемый парламент, который будет, как лифтеры, поднимать руку, и все. И это легче сделать в мажоритарной системе. Все-таки провести одного намного легче. А когда будут политические партии, а какая партия выиграет? Да, конечно, власть будет в свою партию, властные партии обычно, они всегда партии власти, они в парламенте, но зато есть оппонирующие, которым договариваться уже на совсем другом уровне, более цивилизованном, более грамотном. Более того, национальный состав, гендерный баланс и всякие другие моменты будут соблюдены в партийной системе. Вот я за пропорциональную систему, но при этом пропорционально-мажоритарную, потому что во всем мире они всегда есть. Потому что не все же хотят быть членами партии. Кое-кто хочет быть и независимым депутатом. Вот поэтому, кажется, люфт такой вот мы должны для них тоже оставить. Ну, вообще, ты затронул вопрос того, что Абхазия должна делать большой крым в социальной сфере. Но социальная сфера без экономики, без стабильных доходов практически невозможна. То есть эти социальные обязательства в пенсии 500 рублей, они уже у нас были 10 лет, да, эта пенсия в 500 рублей. Иже тысяча. Да, иже тысяча. Ну, не так много все равно, да. Тем не менее, ну, невозможно, как бы, хороший уровень социальной сферы поддерживать без доходов. И меня интересует вообще вопрос экономики. Вообще, как ты смотришь, какие преобразования нужны, чтобы у нас, в общем-то, экономика была приближена к самодостаточной. Сейчас мы все-таки основную долю, больше половины доходов в бюджет формируются за счет российской помощи. Абсолютно верно. Вот, если уйти в историю вопроса, мы говорим про республику Абхазия. И если посмотреть на территорию, количество населения и те потенциальные ресурсы, потенциальные, реальные ресурсы, которые у нас есть, мы далеко не самая бедная страна. Ну, на бумаге. Но по факту мы видим то, что видим. Те тысячи рублей, пенсии, о чем мы говорим, инфляция уже давно съела, они уже и того меньше стали и так далее. Экономика – это наиважнейшая часть, конечно. Но экономика – это все-таки не первопричина, а следствие эффективного, правильного, грамотного управления страной. То есть те цели, задачи, цели, полагания, которые есть у исполнительной власти, перекос в сторону которой очевиден многие-многие годы, вся власть в руках соисточной исполнительной власти, ее руководителем, мы знаем, пока сейчас отсутся это президент. И все очень многое зависит от настроения, к сожалению, от субъективных, нежели объективных моментов. От объективных тоже нельзя не уйти. Это и ковид, это экономический кризис. Мы часть мирового процесса, никуда от этого не уйти. Но, тем не менее, те субъективные моменты, которые есть, мы, к сожалению, вот они нас и губят. Вот я упомянул ковид, да? Это тот фактор, это та поправка на ветер, без которой ты метко стрелу в цель не выпустишь. Надо понимать, что ковид уже никуда не денется. Ковид – это данность, и мир таким, как был до ковида, никогда не будет. Нам надо научиться, как эквилибрист, балансируя на веревке, в условиях ковида, в условиях пандемии, научиться выстраивать модель развития и догонять уходящий пояс цивилизации, который у нас пока еще хвост нам виден. Мы должны научиться это делать. Как это делать? Это надо полностью поменять систему государственного управления. Быстрата принятия решений, максимальная прозрачность. Понятно, есть государственные секреты. Я не про это говорю, я говорю в целом про работу правительства. Она не должна быть закрыта, она закрыта. Я говорю из своего опыта тоже. Даже мы, я работал год и 10 месяцев первым вице-премьером, мы не смогли добиться, старались. Я лично делал все для этого. Но в условиях, когда это коллегиальное решение принимается, когда коллегиальный орган, исполнительная власть, в том числе, потому что принимается единорично президентом, но комитет министра – коллегиальный орган. Я сам старался это делать, быть прозрачным максимально, но это надо делать в рамках всего органа власти. Экономика. Да, конечно. Надо научиться зарабатывать деньги. Многие говорят, что приоритет у нас сельское хозяйство, приоритет у нас курорт и туризм – это все взаимосвязано. Я бы не хотел, чтобы моя Абхазия была одним большим колхозом только или только одной большой гостиницей. И это должно быть. К нам приезжают туристы, мы должны их кормить. Значительная часть товаров, продуктов питания мы завозим, включая фрукты и овощи, которые мы можем выращивать здесь. Мы их завозим, к сожалению. Импортируем. Это стыдно, это стыдно. Туризм, услуги, климат, рекреационный вырос, понятный. И тут надо людям просто дать возможность, не мешать строить объекты, создать правила игры понятные, критерии определенные. И здесь во главу этих критерий я бы поставил экологию. Это самый важный для меня вопрос. То есть все проекты, даже самые выгодные экономические, рассматривают сквозь призму экологии. Не мешать людям работать, производить. Они выстроят все, создадут достаточное количество. Рынок предложит то количество гостиниц, сколько мест, как мы условно называем, для того, чтобы туристы отдыхали. Естественно, качество. У нас нет развлекателей индустрии абсолютно. Кто этому мешает? Я думаю, что все вот эти моменты, к сожалению, контролируются в руках исполнительной власти, кабинета министров в частности. И, к сожалению, их негибкость, долгое принятие решений на этот счет, это мешает. Когда я говорил о большом колхозе и большой гостинице, у нас и машины должны работать, у нас должны работать и предприятия, перерабатывающие. Не нужны на металлургические комбинаты, как там Красноярская, там Великита, абсолютно нет. Но те овощи, фрукты, которые мы перерабатываем, которые мы производим, мы должны научиться перерабатывать. Это работа машин, это индустрия, хотя бы легкая какая-то промышленность у нас должна быть. Мы должны думать, серьезно задуматься об продовольственной безопасности. Как только какой-то политический эксцесс, момент, внутренние проблемы и так далее, у нас все взлетает в разы, цены растут, потому что мы все завозим. А тут то, что мы можем производить, те сегменты рынка, которые мы можем охватить здесь, мы этого не делаем. Я бы хотел, чтобы все у нас было в меру. Потом мы вообще упускаем высокотехнологичные моменты экономики. Это IT-технологии, которым можно было здесь создать какой-то кластер, создать такое место для проживания. Хорошие условия. У нас великолепный климат. Это привлекает людей. Люди хотят жить там, где хорошо. Создать все условия для того, чтобы ведущие IT-компании, или сами IT-шники, каждый из них – это личность, чтобы они приезжали, жили у нас в Абхазии, имели все преференции, при этом приносили колоссальный доход. И самое важное – оставляли бы здесь какие-то свои знания, опыт и так далее. Это тоже возможно. Высокотехнологичное предприятие по производству каких-то, допустим, чипов, я не знаю чего и так далее. То есть создавать над эти условия. Очень плохо и слабо в этом направлении работаем. И самое важное – финансы – это основная часть, вообще составляющая экономики. Наиважнейшая. Мы почему-то решили, что мы должны только продавать мандарины, зарабатывая, покупать сникерс, продавать его, здесь копеек на ценку, вот эта торговля, вот это вот и все. Это то, что мы должны. Государство должно задуматься о денежной монетарной политике. И у нас нет вообще напрочь. Я не говорю, завтра выпускай деньги, я не это имел в виду. Вообще монетарная политика. Государство зарабатывает не только на продаже мандарин, курортных услуг и так далее, наше должно зарабатывать. Но именно вот это вот наиважнейшая составляющая вообще экономики, финансы, мы должны глубоко задуматься. И у нас есть великолепные теоретики за пределами Абхазии, наши и не наши. Мы следим информацией в открытом доступе. Мы должны понять для себя, что это такое, и выстраивать свою политику в соответствии с этим тоже. Как это есть такое образное выражение, что еще, все, 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 конкретное, что не только зарабатывать, но и создавать эти деньги. Наиважнейший доход государства это от эмиссии денег. Синьораж, который получается от этого, это самое важное. То есть вот это все вкупе, я не говорю, что это только одно, то, третье, пятое, десять и так далее. Все это вместе должно составлять экономику, которая создаст то нужное количество денег в бюджете, и этот бюджет сможет спокойно решать все эти вопросы. Их статус не определен вообще. Это вообще где-нибудь прописано на каких-то косвенных вторичных законах, где-то там строки проходят. Я не возражаю, российский рубль, конечно, пусть он будет, но наша роль, наше место, нашего государства, где здесь? Вот это очень важный момент. Да, это понятно, что это уже как бы не вопрос внутренней политики, это вопрос отношений между Москвой и Сухомом, да, то есть это достаточно специфичная тема. Все-таки вернемся к экономике, оставим финансы в стороне, но развитие экономики, оно у нас фактически застопорилось, должно застопориться, это развитие, в силу того, что у нас большие проблемы с энергетикой, это вот по несколько часов, суток, когда мы уже полтора года вот в этом режиме живем, да, веерных отключений, и не только веерных отключений. Огромная проблема, дефицит электроэнергии, потребляемость растет за счет майнинга, очень много разговоров о том, кулуарных разговоров о том, что все это в конце концов приведет к тому, что все эти сети распределительные будут отданы России и так далее, и цены возрастут, естественно, тариф возрастет в разы, там два, два с чем-то рублей, по крайней мере, такие разговоры идут. Вообще, твое видение, что нужно сделать вот в этой сфере? Инал, вот ты бросил фразу, да, оставим финансы, поговорим о экономике, это взаимосвязанные вещи, но это как, правильно ты заметил, это другая тема, как-нибудь, я думаю, в жизни мы сядем и поговорим на эту тему тоже. Энергетика, наиважнейшая составляющая экономики, ее база, ее основа, мы когда хвалимся на весь мир нашей дешевой электроэнергией, привлекаем этим инвесторов, коры приезжайте, жизнь показала, что даже сегодня придет инвестор и попросит там 5, 10, 20 мегаватт электроэнергии, а без энергетики, предприятия, заводы, фабрики, как они будут работать? Даже такие немощные, такие перерабатывающие, даже небольшие. У нас ничего нет, оказалось, мы у разбитого корыта. Это проблема, которая годами наслаивалась, не решалась, мы пускали ее на самотек, латание дыр, как у нас иногда сваль делают, дырки латают и все. То же самое было в энергетике. Что нам делать? Самый главный первый вопрос, начинают там что-то купить, что-то продать, а того, что мы продадим, лучше не будет. Мы потеряем во многом, потеряем вес привлекательности, мы потеряем контроль над энергетикой, потеряв над ним, и полной зависимости вся наша экономика будет от тех, кто контролирует энергетику. Мы это будем или другие? Это вопрос, кажется, самый важный. Но я бы с чего начал. Надо бросить все усилия государства. Очевидно, что энергетики сегодня решают текущие проблемы, меняя каждый день кабели, меняя там трансформаторы, и они не в состоянии заниматься стратегическим планированием и развитием отраслей. У них просто на это нет времени, ни средств. Правительство, в первую очередь, государство в целом, ну то, что граждане должны сознательно справить, это понятно, это все понятно, но делает все это государство, для этого оно, в принципе, людьми создано. Бросить все силы на то, чтобы увеличить собираемость. Наша собираемость должна быть не менее 95%. Плавно, постепенно, это можно и нужно сделать быстро. И все силы государства должно бросить на это. Как только мы добьемся этого, объемы денег, количество денег увеличится, которые будут поступать, все эти деньги пойдут в энергетику. Сегодня, насколько я знаю, я работаю вице-премьером, десятки миллионов энергетика должна была в пенсионный фонд в виде налогов. Не выплачивались, потому что им разрешали все деньги, которые приходят, кидать на развитие энергетики, но при этом, как говорится, ущемлялись налогоплательные. Я знаю, миллионов 30, сегодня это вообще колоссальная сумма перед пенсионным фондом за долг, там за 200 миллионов, мне кажется. Могу ошибаться, плюс-минус. Вот, так что вернусь к энергетике в собираемость. Когда увеличится количество денег, естественно, возможности энергетика будут на другом уровне. Надо ставить счетчики, регуляторы. Более того, надо найти средства, где, как, нет денег. Это не аргумент. Не для этого правительства или тех, кто уполномочен это говорить и делать. Для этого сидят так, что они говорили, вот денег нет, и все. Если денег нет, зачем ты сидишь там? Тогда уйди, встань. Нет, не уходишь. Значит, делай свое дело правильно и качественно. Вот. Надо изыскать деньги на то, чтобы монетизировать. Вот у нас очень много льгот, льготников, да, у нас участники войны, вдовы, кормильцев нет, в семье тяжело. Их освобождают. В итоге эти деньги государству всегда трудно перераспределять, тем более с нашей неуклюжей системой, да, финансовой. Это очень сложно. Вот это уже волевыми решениями, хочу, не хочу, могу, не хочу. Постегает приоритет. У нас случилось наводнение, все эти деньги кидаем туда, а тут уже ущемляется. Так не должно быть. Надо раздать по 300, по 500 рублей, посчитать в среднем, сколько обходится там человеку в селе, в городе. Монетизировать, видя там, надбавки на зарплату, на пенсию. Это монетизация денег. То есть ты сторонник того, чтобы убрать вообще льготы. Убрать, но людям вместо льгот, которые на бумаге, которые ноль, да, ничего никто не платит, дать им деньги в руки. А может человек просто вырубит свет, будешь свечи сжечь, и эти деньги он потратит на что-то другое. Не будет тратить электроэнергию. Вот и все. Монетизировать, надо убрать льготы. Система энергетика наша страдает. Она разваливается. Она почти полуразвалилась. И поэтому вот эти вещи, конечно, они были бы как бальзам, как говорится, да, целительные, могли бы помочь. В первую очередь, собираемость увеличить и монетизировать льготы, раздать людям в руки деньги. Вот вам деньги, эти деньги на свет. Вы должны заплатить и так далее. Не будешь тратить себе, деньги остаются тебе. Вот. Я думаю, что это первые два наиважнейших шага. Ну и плюс все остальное, конечно, в процессе, если увеличить собираемость, эти деньги пойдут на ремонт, сетей надо менять. Все, лохмотите, посмотрите. Недавно наездим, к сожалению, по похоронам. Да, вот это время такое сложное. Вот везде провода связаны. Где-то уже сипы стоят, молодцы, ребята работают. А где-то еще, если как вот залатаны, как асфальт латаем, так вот проволоками связаны, идет электроэнергия. Это немало во многих местах. Счетчики надо ставить, надо управлять, это контролировать. Понимаешь, и если бы этого не сделаем, мы оставимся без энергетики. Мы не можем при свечах выстраивать современную адекватную экономику. С другой стороны, встает вопрос генерации. У нас все равно, я как бы счетчики, как бы ты ни поставил, все равно количество энергии, которое вырабатывает Энгургез, вот те 40%, которые нам дают, они нам уже явно не хватают. Тем более, сейчас и с майнингом огромные проблемы. Майнинг пожирает, и борьбы с этим явлением у нас фактически никакой нет. То есть, такое на уровне имитации. Вот как быть с генерацией, да, то есть, мощности Энгургез, они ограничены. Что дальше? Энгургез, он у нас есть, наша часть там 40%, и вот эти три перепадные, которые фактически были все практически целыми, но мы их, к сожалению, довели до такого состояния. Надо это все восстанавливать. Что делать? Надо исходить из того, что у нас есть, восстанавливать энергетику по селам, да, мегаватт, полмегаватта, там, три мегаватта, в зависимости от каком селе, на какой речке, эту систему. Это все деньги. Опять-таки, денег нет, это не аргумент, это не вопрос, это неправильная постановка вообще задачи, это заведомо загонять нас в тупик. Делается это осознанно, или это делается по незнанию, по неумению, это вопрос уже, отдельной темы, отдельного разговора. Часто разговоры, вот нам нужно, мы не можем, надо кому-то отдать. Категорически возражаю. Энергетика должна быть собственностью Республики Абхазии. Может дойти форму акционирования, там, какую-нибудь другую, но при этом подавляющее большинство этих акций, если это акционировать, или если не акционировать, просто она должна быть собственностью Республики Абхазии. Как это сделать? На этом у нас есть правительство, на этом у нас есть умные люди, которые должны это продумать и веют реальную власть в руках и должны этот вопрос решить. Например, получаем мы каждый год, дай Бог здоровья России, помогает нам в соединении инфраструктуры. Да просто понять, поставить, случилась реальность, случилась проблема, она стоит ребром. Поставить вопрос на межправкомиссии, вот эти все эти деньги пустить на восстановление энергетики, вот этих вот, как его, перепадных. А в момент вопроса инфраструктуры, уже из наших налогов, которые мы собираем, мы будем постепенно, в меру сил и возможностей, будем, как мы это жили до признания, до тех моментов, когда Россия начала нам помогать, как-то же мы выкручивались. Поверьте, ну, не сильно хуже было, да, в смысле энергетики, дороги, всего остального. Понятно, что жизнь уже 21 век, 2022 год, уже другие реалии, я это все понимаю, но тем не менее, факты есть факты, в сравнении мы проигрываем. Мы, прошлое у нас выигрывает, у будущего, причем выигрывает в разы. Поэтому я считаю, что энергетику, я бы ни в коем случае, это категорически я отрицаю, потому что мы этим самым, возможно, решив проблему с лампочками в доме, мы потеряем нечто большее, которое уже потом никогда нашим не будет. Вот об этом нам надо подумать. Какие деньги мы получаем с России, по инвестпрограмме, то лучше их все направить, в основном, на энергетику, но тем не менее, вот эти инвестиционные деньги, они уже, как бы, с одной стороны, да, это помощь, но с другой стороны, они сильно разворотили нашу политическую элиту. То есть, каждая власть пытается, как бы, нагреться на этих деньгах, и мы это видим на качестве исполненных работ, да, на тех же водопроводах, дорогах, строительных объектах и так далее. Из года в год. Да, то есть, эта картина появляется, элиты у нас богатеют, народ, как бы, за этим наблюдает, естественно, настроения совсем отрицательные, да, вот, и очень много, кстати говоря, и слава Богу, это хорошее движение, там, 2-3 года, антикоррупционное движение, там, среди обычных людей, но, что ты в этом плане можешь предложить? Вот, как бороться с этой коррупцией, когда люди, ну, явно, как бы, живут не на зарплату, да, не на 10, не на 15 тысяч, а живут очень даже припеваючи. Считаю большим шагом, очень полезным делом принятие этого закона о борьбе с коррупцией, оно было бы принято раньше, вот, новый закон, который приняли, обсуждают с учетом 20-й статьи, конвенции ООН, борьбы с коррупцией и так далее. Это очень важно, это очень хорошо, но, как есть такая поговорка, да, суровые законы, компенсируются, их неисполнением. Нет третейского судьи, у нас нет независимых контролирующих, скажем, органов, других, властных, которые бы могли проконтролировать исполнительную власть, реализовать этот закон. Официально, читая закон о том, что кто не сдал в такой-то срок декларации, он должен быть освобожден, и тут же сама исполнительная власть количество называет людей, которые не сдали, количество чиновников, да, которые попадают в эту статью, и они все до сих пор на работе. Я, поймите правильно, многие из них друзья, товарищи, я не жажду крови, не говорю, почему не уволили и так далее. На их место придут другие. Вопрос в системе. Что для этого надо делать? Для этого нужен полномочий орган не при каком-нибудь другом министерстве, да, каком-нибудь там, министерстве налоговом, там, или финансы, нет. Независим орган, подчиняющийся первому лицу государства по контролю за вот этой коррупцией. То есть за исполнением хотя бы это наиважнейшая часть. Когда мы приведем в соответствии декларации и уровень, допустим, жизни того же чиновника, да, этого диссонанса такого когнитивного не получалось, как сейчас у нас там зарплата 12, 15, 20 тысяч, а живет на 20 тысяч в неделю, так, или там в день такое тоже есть. Вот, конечно, вот это очень важно. Когда мы это проведем, поверьте, запустятся процессы, которые уже постепенно покажут путь, как говорил Наполеон, ввязаться в бой, война полом подскажет, это подскажет путь дальнейшей корректировки. Это нет такого одного лекарства, принял, подписал, все, и завтра все хорошо. Это вечный, постоянный процесс. Сегодня страны, которые сами пытаются весь мир учить, как бороться против коррупции, у них самих антикоррупционные, драконовские методы до сих пор работают, до сих пор проблемы, до сих пор находят, ловят и так далее. Это вечный процесс, как процесс строительства государства. Поэтому, это сопутствующая вещь, и с этим надо бороться постоянно. Вот. Когда я говорил о прозрачности власти, доступе, допустим, к информации, чтобы это не было секретное, полушепотом, прикрывали ее, не можем сказать, это секрет, это такого быть не должно. Государство избрано народом, чиновники, руководители назначаются благодаря волеизъявлению народа, потому что источником власти у нас является народ, это статья второй Конституции, это никто не отменял и отменять не будет, вот, и они должны быть перед народом честны и открыты. Вот. И такого одного рецепта, вот это, вот это где-то. Но я бы с чего начал, когда, если получится, что народ доверит мне, избиратели, я буду представлять их интересы в парламенте, не только законодательную, еще и представительскую функцию, у депутата, и у парламента. Я одним из первых буду, я знаю, что закон о государственной службе, он уже рассмотрен, в каком-то первом чтении даже принят, да, и надо с него начать, и надо его быстро закончить, потому что все ссылки исполнительного власти, возможно, и даже объективно они ссылаются на эти моменты, вот, потому что с плеча рубить не получится, если все-таки законы не должны противоречить друг другу. Когда есть противоречия, каждый, каждый потом это будет использовать, это противоречие в свою пользу. Вот. Надо принять закон о государственной службе, который является краеугольным камнем вот этих вот деклараций и борьбы с коррупцией и все остальное. Когда все это будет по полочкам разложено, и, как я и сказал, запустятся процессы, которые в дальнейшем помогут это дело корректировать. Вот. И скажу так, можно это или нельзя, там, связывают на родственные отношения, на Курговую, по руку на какую-то клановую и так далее. Поверьте, с высоты своего опыта, он небольшой, но какой-то, но я все-таки имею, работал и знаю, что такое исполнительная власть. Это можно сделать. Если кто-то говорит, что это сделать нельзя, он кривит душой или просто не разбирается в теме. Все это возможно. У нас есть много примеров, даже недалеко от наших границ, когда, где было вообще все невозможно, однако перевернули с головы на ноги и там, в принципе, более-менее в этом плане ситуация нормальная, хотя есть проблемы. У нас тоже это можно сделать. Ну, сейчас вернемся все-таки к наболевшему. Это не только энергетика, о которой я говорил, это и, конечно, здравоохранение, да, уже два года. Мы живем в особом режиме, режиме, это не только мы весь мир, живет в режиме пандемии, да, огромное количество смертельных случаев, да, официально там почти 600 с половиной, но неофициально эта цифра, наверное, в два раза больше, учитывая то, что все эти смертельные случаи фиксируются непосредственно в стационарах, да, люди, которые умерли там, вне стационаров или там, в других клиниках, в частности, в том числе и грузинских, да, да, и эти люди в статистику официальную не входят, и у меня вопрос вообще, что делать, вот, с нашей системой здравоохранения, да, это касается не только вот этой пандемии, да, люди едут лечиться в Грузию, люди выезжают там, лечиться в российские клиники, да, и как вот эту тенденцию изменить, как сделать так, чтобы у нас здесь была более качественная медицина? Сегодня нашему здравоохранению, это очевидный факт, страна у нас небольшая, мы все-все знаем, нужны две вещи, нужны деньги, и нужны людские ресурсы, нужны квалифицированные врачи в условиях пандемии, все проблемы обострились, вот как майнинг обострил энергетику, он не создал эту проблему, он ее просто обострил, и показал, что есть проблема, надо решать, то же самое пандемия, она показала, что здравоохранение у нас слабенько, кто этого не знал, кто из нас не знал, что здравоохранение у нас слабенько, сегодня министр, очень толковый, грамотный человек, правильно разбирающийся в ситуации, умеет выстраивать приоритеты, понимает все, что надо делать, однако отсутствие вот этих двух ресурсов, конечно, связывает его по рукам и ногам, что нам надо делать, ну, во-первых, ездить за пределы страны, неважно в какую страну, не только в Грузию ездить, ездить далеко и в Европу, там и так далее, будут всегда, скажу почему, потому что идеально полностью все сферы здравоохранения, лечения людей, мы охватить не сможем, есть высокотехнологичная помощь, которая оказывается там, где наука медицинская на самом высоком уровне, у нас, кстати, есть эпид, опираясь на нее, эту науку можно сделать, но сегодня пока этого нет, есть, опираются, делают, работает эпид, отлично в этом направлении, создает какие-то продукты, но, тем не менее, мы говорим глобально, сегодня пока, говорится, на низком, слабом уровне, я приведу один пример, чтобы понять, как это можно сделать, одна из республик, сейчас не буду называть какая, у них те же самые, они побольше нас, понятно все, но у них те же самые проблемы, колоссальное количество людей и денег вымывалось из страны, потому что люди не могли лечиться, здравоохранение не соответствовало тому уровню, людям же не умирать, обращались, Минздрав, правительство помогало, люди брали деньги, уезжали в Россию, там куда-нибудь, там и так далее, лечились, один умный человек сел и подумал, посчитал, сколько в течение года тратится на это все, прикинул возможности по налогам, финансовой поддержке, диаспоры, в этой стране есть диаспора, вот, и они прикинули, трехлетнюю создали программу, трех или пяти, все вот эти деньги, которые тратились на вот это лечение людей, они просто объявили, сказали, мы создаем новую медицину, новое здравоохранение в нашей республике, и все это саккумулировали, и создали медицину, вложили деньги, владели, у нас людские ресурсы, у нас очень много ребят, заканчивают, но места нет, здесь не получается, реально ограничено, и работают за пределами Абхазии. Квалифицированные грамоты, кандидаты наук, доктора и так далее, вот, если мы сможем вот это сделать, как в той республике, они добились такого уровня, что сегодня туда лечить сердце, там и многие другие болезни, едут со всего мира, медицинский туризм, то есть вопрос целеполагания, для чего нам здравоохранение, на один день или на годы нам это нужно, и вообще очень плохо, что мы перестали думать, когда наши предки сажали деревья, говорили, потом дерево через 3-5 лет, до сплоты, говорили, мой внук поест, внук вырастал, говорил, мой внук поест, они думали годами, веками вперед, а мы дальше носа не думаем, одним днем живем, и все наши проблемы сегодняшние, исходят из этого, поэтому захотеть надо, поставить цель будет трудно, те 2-3 года, когда та республика, о которой я рассказывал, люди проклинали, умирали, бедные и так далее, но приняв очень сложное решение, они в развитии своей страны, и для будущих поколений, они сделали очень твердый, но решительный шаг, я бы хотел, чтобы наше государство, наши власти, все ветви власти, думали так же, думали вперед, думали о своих внуках, да, кстати, у нас разделение, это принцип разделения властей, демократический принцип, почему-то, вот все еще проблемы, о чем я говорил ранее, эти 3 власти, почему-то решили друг с другом конкурировать, они понимают, что это они все, одна власть, потому что баланс держек и противовесов, придумали для того, чтобы они, дополняя друг друга, контролируя, помогая, поддерживая, решали одну цель, а у нас, все 3 законодатели, исполнители судебные, друг с другом конкурируют, дерутся, и так далее, и тому подобное, и от этого у нас плачевный результат. Я вот не напрасно говорил о количествах смертельных случаев, действительно, у нас, и эта пандемия наложилась, у нас и до этого не так блестящие были дела с демографией, но и сейчас, тем более, ситуация обострилась, я не могу тебя не спросить, знаешь, ну не только я знаю, да, все знают, что ты, в общем-то, репатриант, который там, да, 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 не родился тут, Саджария, Ваджария родился, сюда переехал перед войной и так далее, но при этом, как бы, вот эта волна, которая была перед войной, сразу же после войны, она фактически, как бы, затормозилась, но у нас была особая надежда, что вот мы свою, свою численность, за счет репатриантов, здесь, как бы, сильно поправим, но этого не случилось, с другой стороны, у нас и демографического, такого взрыва, рождаемости, тоже не получилось, я смотрю статистические данные по годам, последние годы идет резкое снижение, еще нас отбросили, что делать вот в этом направлении? Демография, люди, это наиважнейшая составляющая, это самая главная задача, которую должно решать государство, и ради этого всего, 14 августа 92 года, мы взяли оружие, и вместе с нами, не только абхазы, и добровольцы, и братья наши, для чего? Чтобы сохранить нарцию, чтобы сохранить народ, и бытовый язык, культуру, и так далее. Ну, что, подняли бы 14 августа руки, сегодня, Сохуми, Парижи, летали бы, круассаны, ели бы, и так далее, но мы захотели быть свободными, сохранить идентичность, сохранить себя, для этого мы построили государство, наши предки, много веков, тысячелетий назад, чтобы сохранить абхазские от нас, сегодня мы многонациональное общество, и мы должны быть ответственными перед всеми ними, не только для абхазов, это государство, государство для всех, кто здесь живет, и принимать демографические программы, не только с учетом именно абхазского от нас, а для всего абхазского народа, народа Абхазии, который здесь живет и работает во благо этой страны. Что нам делать? Вы понимаете, говорят, что надо там экономические меры, поощрения, чем выше уровень жизни, тем меньше детей в семье. Это закономерность, и мы такие же люди, как и все, поверьте, повышение уровня жизни не приведет к тому, что решится эта задача. Я вспоминаю всегда войну, вот эта тема, ветеранов мы всегда будем, пока живы, через эту призму смотреть. Вот, мы все время атаковали, никогда не было равного количества врага напротив нас, всегда его было в разы больше. Но надо было, шли, и никто не задумывался. Вот так же надо объявить клич, для того, чтобы нас стало больше. Первая задача, репатриация, очень важный фактор, меня я веду как второй фактор, а первая, это демография, рождаемость внутри нашей страны. Что это надо делать? Надо давить на совесть, надо на честь, надо на историю, надо понимать, что если нас не будет много, каждый век, один или два раза, дети, внуки, которых мы воспитываем, будут с автоматами, так же, как делали это в 1993 году, их отцы будут бегать и спасать свою родину. нужно нам это, нет, лучше всего, говорится, работать над этим. Понятно, что государство доводит свои обязанности, уровень образования, уровень дошкольного и школьного, здравоохранения, социальное, все это должно быть на высоте, но это в помощь, в первую очередь, об этом должны подумать семьи, муж и жена, и должны выстраивать свою стратегию. Мне очень приятно, что очень много молодых семей, те браки, которые все-таки сохраняются, не распадаются, по два, по трое детей, по четыре, это очень приятный фактор. Я помню, в 2010 году статистику, я тогда работал в комитете по молодежи и спорту, и на заседании расширенного правительства объявили 18 тысяч девчат и 16 тысяч ребят репродуктивного возраста неженатые. Вот, сядьте, подумайте, ну, понятно, что сейчас ребят поменьше, вот 16 тысяч семей по два ребенка, то есть это в какой-то кратчайший срок создав вот эти браки и заключаться на небесах, я это понимаю. Но тем не менее, давайте помечтаем, да, вот если бы они воссоединились и родили по двое детей, 32 тысячи человек, понимаете, это через какое-то короткое время нас бы в разы стало больше, нас было бы много. Не будет людей, мы говорим об экономике, о социальной политике, о внешней политике, если не будет людей, для кого это все делать и кто это все будет реализовывать. Это наиважнейший вопрос. Что надо делать? Репатриацию обязательно, двумя руками за нее держаться. Я считаю неправильно, что мы задачу перед репатриацией ставим только одну. Возвращайтесь, возвращайтесь. Будут возвращаться. Тут экономика пандемии очень сильно на это влияет, поэтому процессы не только хотят, не хотят, вопрос так не стоит. Вопрос экономических возможностей и личных, честно, это уже лично люди сами принимают решения. Это, конечно, на это мы повлиять не можем. Но почему у нас должен стоять вопрос цели полагания только одно, репатриация только вернуть? Я бы назвал Министерство по работе с диаспорой. Возвращение, это краеугольный камень, это наиважнейшая составляющая, это самое важное. Но при этом у нас диаспоры на местах, которые очень крепко стоят, твердо стоят на ногах, в органах власти находа влияют. Почему мы не должны создавать, скажем, свою сеть влияния на то, чтобы в ближайших государствах Ближнего Востока, Турции, чтобы наши интересы, в том числе, через эту диаспору защищались. Россия и Турция, воюя на протяжении веков между собой, и в том числе на территории Абхазии, довели до того, что нас сегодня очень мало. Для нас архиважно, чтобы Россия и Турция были в дружеских, братских, союзничных отношениях. И почему диаспоры не могут в этом плане, влияя на этот процесс, Ближнего Востока, диаспоры и так далее, решать и помогать своей стране. Не хотят вернуться, будучи там, укреплять, поддерживать и так далее. Это задача Республики Абхазия, Сухума, столицы. Задача администрации президента, в первую очередь, которые должны этим вопросом заниматься. По вопросу продажи жилья иностранцам. Я много раз, будучи вице-премьером, этот вопрос на пресс-конференциях освещал, высказывал свое мнение и повторю его сейчас. Другого у меня нет. Этот вопрос для меня состоит из двух аспектов. Первый аспект экономический, второй политический. В чем экономика? Многие говорят, это не выгодно, это очень выгодно. Если посчитать тысячи, две тысячи, три тысячи квартир, там будет строительный бум и так далее, это колоссальные инвестиции, колоссальные деньги и большой мультипликативный эффект, потому что строителям надо будет есть, пить, кушать, будут магазины открываться, экономика там, питание и так далее. Это понятно. Но палка о двух концах. Мы помним все прекрасные, как у нас было 17% на родине, нас ни во что не ставили. Это привело к конфликту и с Божьей помощью, помощи ребят, ветеранов, мы решили этот вопрос. Слава Богу, в нашу пользу победили в войне. Но эта болезнь, боязнь абхазов перед тем, чтобы стать меньше, она осталась. И это очень важно. Это защитный рефлекс на национальную безопасность. Что сделает, начав строить квартиры, разрешил продавать иностранцам, это серьезно изменит демографический баланс не в пользу абхазов. Абхазы, любой проект, который будет менять демографический баланс не в пользу абхазов, они принимать не будут. За власть, а не против власти, они не важны. Когда восстанет этот вопрос, народ, я думаю, восстанет. Если спросить сегодня меня, вот я разделил на два аспекта, для меня второй аспект политически важнее. Я бы сказал, сегодня, когда наш народ значительной часть за чертой бедности, нет возможности получить ипотеку, купить и так далее, строить только для иностранцев, это было бы неправильно. Надо подтянуть внутренние резервы, усилить возможности наших людей в этом смысле, чтобы они сами могли быть не просто наблюдатели со стороны, а субъектами этих отношений. И после этого, возможно, через много лет к этому вопросу можно будет вернуться. Сегодня это опасно. Мы будем все-таки завершать свой эфир. Я еще раз напомню, что сегодня у нас в гостях был кандидат в депутаты по Сухумскому избирательному округу, номер 4, так называемому Северному, герой Абхазии Шамиль Адзенба. Шамиль, спасибо тебе. Спасибо, Инал, тебе, твоей команде за очень интересную беседу, за прекрасную передачу. Надеюсь, наши отношения будут продолжены. Удачи. Спасибо, благодарю. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова